Хабаровск вновь стал столицей дальневосточной моды. На традиционное фэшн-дефиле «Золотое лекало» дизайнеры Дальнего Востока привезли более 30 коллекций. Шоу-показ организовал Театр моды Анны Карпусь. Также для модельеров проведут мастер-классы и бизнес-уроки. О главных трендах сезона узнавала Полина Харечко. Получился вот такой вот головной убор. Он инкрустирован камнями. Это все сделало море. И природа – это лучший дизайнер. Подручные материалы для создания образа художник-дизайнер Оксана Киричевская привезла с Черноморского побережья. На отдыхе присмотрела ветку дерева. Теперь она украшает голову модели. Участница фэшн-показа «Золотое лекало». Вот насколько тяжелая конструкция. Если честно, она вообще не тяжелая. В принципе, приспособления удобные. Идея воссоздать образ Востока пришла модельеру после одной из фотосессий. Кимоно, сшитые для съемок, вдохновили продолжить японскую тематику с ее культом природы. Сделать что-то такое, что говорит о сохранении природы. Потому что в мире это самое-самое дорогое, что у нас есть – деревья, листья, море, вода, воздух. Давайте сохранять природу. Ансамбль, который придумала Анастасия Канн, выдержан в черном цвете. Разбавляют тотал-блэк образ, аксессуары из бесцветных камней и серебряной фурнитуры. Свою коллекцию для фэшн-недели в Хабаровске Анастасия назвала «Я так хочу». Так, как хочет моя душа, моё сердце выглядеть ярко. Не бояться эти все наряды можно как в мир, так и в пир. Как на вечерний образ, так и на повседневный. Модельер Марина Мармила предпочитает яркие краски. Принтом для ткани послужили её собственные художества. Коллекция получила название «Метаморфоза». Это путь, который прошли образы с холста до одежды. Марина убеждена, её наряды подойдут уверенным в себе девушкам, готовым к экспериментам. Пожалуйста, вот футболка, бомбер. Одевайте джинсы, одевайте какую-то юбку яркую, можно белую одеть. И ходите себе спокойно, украшайте наш город. Всего же на фестивале «Золотое лекало» показали более 30 авторских коллекций. Модельеры представили как провокационно-дерзкие, так и нежные образы, а также вечерние и повседневные наряды.